Я приветствую любителей астрологии, дорогих моих подписчиков и уважаемых гостей моего канала. Друзья, я обещала в видео «Солнечное затмение» рассказать о соединении Марса и Сатурна в знаке Ры. Произойдет это 10 апреля 2024 года на исходе дня. Некую фатальность придает, конечно же, аура солнечного затмения для отдельных людей, харизматичных, известных или желающих себя как-то позиционировать, выделиться, свою индивидуальность показать. Это соединение накладывает уже какую-то жесткую программу и требует такой ответственности, серьезности. Итак, соединение планет – это такое объединение сил нескольких планет, начиная от двух и более, и получается такой своеобразный сплав, который становится мощной концентрацией и фиксацией на какой-то идее, на каком-то деле, проблеме, является стимулом к преобразованию. Сатурн – это основное качество, вернее, его основные качества – это достижение цели через жесткую систему. Марс. Марс у нас показатель импульса, то есть встать и начать делать, проявить силу воли в чем-то. Знак рыбы – ключевое слово. Тайна – это что-то невидимое для всех, то есть свои цели и методы действия пока сохранять в тайне, не высовываться, не разглашать. На высшем уровне в прошлых своих видео я вам рассказывала, что в рыбах надо подводить итоги, проанализировать. А за анализ у нас отвечает прозерпина, которая в знаке рыб является теневым управителем, то есть это такой внутренний анализ, спокойный такой вот анализ. Но мы помним, что у нас прозерпина сейчас в разрушительном градусе скорпиона, то есть это вот как раз-таки очистится от всей грязи. И вот свои действия и поступки по Марсу и какую систему жизни, по Сатурну, внутреннее, именно систему ценностей, какую выстроил, или системе ценностей, какой подчиняешься. Вот внутренние ценности, какие важны стали сейчас для тебя лично, это я вот что проанализировать, какие внутренние ценности важны в социуме, в обществе. Какому кумиру или эгрегору ты молишься? В рыбах это молитва. Божественной системе, которая идеально создана, но мы ее разрушаем. Или, может быть, ты сам придумал свой идеальный мир, или поддерживаешь чью-то идеологию, идеологию своего кумира, авторитетного человека для тебя. Может, идешь за каким-то лжеучителем, проповедующим свой идеальный мир, то есть пытаясь собой заменить Бога. Друзья, в рыбах это все о высшей вере, высшей божественной любви, о Боге, о душе, о любви ко всему миру, ко всем людям и природным созданиям на высшем уровне. Или это какие-то мечты, фантазии, иллюзии. В рыбах это естественная смерть как в физическом плане, так и на внутреннем уровне. Ты подвел итоги прожитого, у тебя выстроился философский подход к жизни, ты набрался мудрости на каком-то определенном этапе. И вот на новом цикле, когда ты начинаешь новое, когда планеты войдут в Овен, это и Марс, и Сатурн в скорости, и, кстати, Нептун тоже в Овен перейдут. И вот уже по-другому на все смотришь и действуешь не так, как раньше. Соединение Марса и Сатурна в знаке рыб это сила воли претерпеть испытания, лишения, претерпеть какую-то аскезу. Но это тоже какое-то ограничение, как финансовое, так может быть даже диету какую-то пособлюдать, поголодать по разным причинам, не испугаться, пожертвовать собой или даже чем-то дорогим для тебя и кем-то дорогим для тебя. То есть сдерживать порывистые, агрессивные поступки или пытаться пробивать стены или чьи-то границы. Границы как государства, так и частной собственности, так и границы жизни других людей. Не лезь в чужую жизнь. Это тоже касается людей родных сейчас. Надо этому научиться. И видео Сатурн в рыбах, я говорила, что пока он будет в этом знаке, а это в течение вот трех лет вы можете посмотреть это видео. То есть это процесс самосовершенствования. Вот как вода делает камни гладкими, красивыми. Но вы знаете, что этот процесс долгий. А вот Марс прибежал ускорить этот процесс. Ну и давайте посмотрим на карту соединения. Марс и Сатурн соединяются у нас в 15 градусе рыб. Мистерие которого звучит так. Человек с ножом. Друзья, градус это солнечная величина. Это наша мысль. То есть это мысль общая. Этот транзит общий. Сатурн это цель. Марс действие и рыба тайна. То есть в течение последующих двух лет цикл Марса основные замыслы будут решительные. Радикальные. Нож рискованные. Но они будут либо в тайне проводиться, в тайне содержаться. Это еще будут задумки такие в тайне. А в государственных и военных системах может происходить чистка, закулисные интриги. Готовятся военные перевороты где-то и даже государственные перевороты. То есть Сатурн это такая государственная система, верхушка к власти, как военной, так и вообще верхушки к властей. И мы видим желтый аспект, биоденцель к стеллиуму планет в Тельце, в котором стеллиум состоит из Луны, Юпитера, Урана и Белой Луны. Напомню, что этот аспект или показатель безграничной веры, то есть надо изменить жизнь, вера перемены в жизни, чистка от изжившего, отжившего что-то себя, отказаться от материальных удовольствий. Я тоже не раз про это говорила, это Уран у нас в Тельце, чувствовать свой долг, сделать жизнь более благополучной для всех. То есть вот это вот чувство долга, улучшить жизнь, сделать ее благополучной, сконцентрироваться на этом. А в худшем варианте это потери, и причем потери большие по Юпитеру. Все, что касается людей, финансов, социальной корзины, статуса, власти, своей недвижимости, недвижимости какой-то общей, жилье, жизнь тоже по Тельцу, это все, что касается материальной жизни, комфортной жизни, жизни государства. И вот либо удержать или достигать какими-то угрожающими методами. Это исполнение военного долга, как по доброй воле, так и в мягко принудительном порядке. События могут выглядеть как бы бессмысленные действия, но потом мы узнаем истинную правду. Собственно, взаимодействие в аспекте всех перечисленных планет подтверждает суть годы лебедя, то есть черного лебедя, то, что может происходить как-то каким-то непонятным образом для нас. Вот вдруг появляется, вернее, мы узнаем вдруг, что есть черный лебедь. Знали только о белом, а раз и черный появился. И вот биоденсиль работает периодически, то есть время от времени мы будем ощущать лишения и жертвы, и потери, и отдавать необходимое другим, чтобы в будущем у тебя, в твоей, может быть, семье, в твоей стране стала жизнь благополучная. Вот закон сохранения энергии, что надо что-то отдавать, чтобы получать. Особенно если ты получаешь больше по каким-то, может быть, своим заслугам. И вот хочу сказать вам, этот аспект создают Сатурн с Юпитером, а уже все остальные планеты как бы примыкают к ним, а это социально значимая планеты Сатурн и Юпитер. По Сатурну каждый самосовершенствуется, приходит к пониманию истинных законов в жизни, вот внутри себя. Ну, в идеале, то есть самосовершенствуется, должен понимать закон внутри себя. Я не могу сказать, что это сразу все изменится, все поймут, но этому сейчас надо учиться, приходить к этому пониманию. На многие вещи надо смотреть с философской точки зрения. Тогда и по Юпитеру, то есть в обществе, в социуму устанавливается миропорядок. Либо Сатурн дает нам испытания в виде лишений, лишений вот для кого, что более важно. И лишения конкретно материальные, то есть материальной жизни, чтобы каждый прочувствовал, что потерял, что надо восстановить в жизни и уже совершенно по-другому к этому относиться. Вот ценности, именно вот эти, систему ценностей понять, определиться в системе ценностей, что важно для тебя, машина, деньги, статус или жизнь дорогого человека. Или даже жизнь других людей, просто других людей, они могут быть тебе никто. Разобраться, вот какие цели ты преследуешь и понимаешь ли истинные ценности жизни сейчас. Марс ускоряет вот этот процесс шлифовки, то есть это как волшебный пендель, который либо разрушает, либо вот тебя подталкивает быстрее осознать многие вещи, разобраться в них. Юпитер в соединении с белой луной – это показатель, что есть светлое начало в обществе. А это, дорогие мои, и есть та мистерия змееносца, то есть собрать себе и в общественном плане фаэтон. Путем лишений усмирить эго, непомерные амбиции, непомерные аппетиты, вернуться к лучшим традициям, истинным ценностям. Тем старым Сатурн – это показатель старых традиций золотого века, лучшего, что было накоплено предшествующими поколениями. Соблюдать истинный закон внутри себя и стать воплощением этого закона в обществе. Если непонятно, что это значит, когда ты понимаешь, что есть греховные дела, ну, скажем, просто дурные дела, и ты не придумываешь себе оправдания, чтобы сотворить это дурное дело, или же смиряться, когда совершается грех в обществе, в мире. Надо этому противостоять. Управитель Марса и Сатурна Нептун и хронократор года Венера, она тоже и высший управитель знака Рыб, находится в экзальтации, держит при открытом верхнее небо знак часы. Вы тоже смотрите видео об этом верхнем знаке. События, происходящие в период соединения в ауру затмения, будут отголосками длительный период. Надо включить новый цикл, новыми чистыми вибрациями. А для этого надо внутренне развиваться. Вот внутреннюю веру, по сути, веру в чудо, веру в Бога. А по изгнанной Венере вовне надо уважать чувства других людей. Не ранить чувства. То есть Нептун в Рыбах – это же еще и высшая любовь ко всем людям. Но это еще надо достигать, учиться этому, понять, что надо ко всем людям относиться с любовью. И вот по изгнанной Венере не ранить чувства других людей. Словом, что сейчас очень много происходит в социальных сетях. Уважать надо чувства других людей. Ну, кому-то плохо не жалеть, а сострадать. И только потому, что вот вас в жизни что-то не устраивает, или вас судьба лишила чего-то дорогого. пытаться вот и других как-то по чувствам ударить тоже в отместку. Это тоже не есть как бы хорошо. То есть вот вас лишили сладкой жизни, и надо, чтобы и другим стало плохо. То есть надо береть чувства друг друга. Если подытожить и прогнозировать события на последующие два года, что может происходить? Это будет острый испытательный период для таких стран, как Израиль, какими-то отголосками будет для Португалии. То есть может Португалия себя как-то проявить. Может быть, какую-то цель показывать. Армения, Филиппин. Это может быть взрыв какого-то старого конфликта. Могут как-то усиливать или военные структуры, или границы усиливать. Но эти страны перечисленные, они как-то себя проявят. В Японии могут произойти события разрушительного плана или начнут, может быть, строить сверхвысокое здание. Япония может тянуться в военный конфликт. Почему? Потому что оппозиция к японскому полю, так сказать. Франция может тоже себя продемонстрировать как... Ну, в таком больше военном, то есть, опять же, концентрация каких-то военных сил или четко удержать позицию, цель демонстрировать всем. Могут происходить морские столкновения, катастрофы в море, по сути, и военные. Предательство военных, военные заговоры, военные провокации будут происходить. Психологическое давление в военных структурах и силовых структурах. И это давление вот как в самих этих сферах, ну, на уровне идеологии, так и их давление на простых людей, чтобы сломать принципы. Это может быть препятствие или торможение военных конфликтов. Столкновение с непреодолимыми препятствиями, что может стать заключительным итогом в военных конфликтах. Борьба с деспотизмом и автократией, тайными действиями или тайное планирование вот этой борьбы. Борьба с коррупционными схемами, бюрократическими проволочками, из-за которых рушится мировая система. Конечно же, это будет сопровождаться острыми травмами, катастрофами на дорогах, море тоже, катастрофы, я уже говорила, не исключаются. Поэтому желательно быть предельно осторожными, но не бояться, а быть предельно осторожными и, конечно же, агрессию не проявлять, а спокойствие, гармония. Столкновение с силовыми и правоохранительными структурами, предупреждайте конфликты с ними своим спокойствием, то есть сами не нарывайтесь на неприятности. Из всего делайте вывод, соединение Марса и Сатурна – это концентрация воли к цели. Жесткое отношение, то есть это самодисциплина и терпение. Самодисциплина и жесткое отношение в первую очередь к себе. И вот это лучший вариант, а худший – все самые жесткие, деспотичные, агрессивные методы для достижения цели будут как-то проявляться. Или отчуждение, закрытость, сломленность, безволие, страдания. Самосовершенствуйтесь, и тогда лишения будут поводом для философских размышлений. Опять же, наработать, выстроить уже другую систему ценностей для себя. В мае 2024 года Прозерпина выходит из разрушительного градуса Скорпиона, перейдет в 20-й градус, градархом которого является Сатурн. И данное соединение очень актуально для построения уже новой мировой системы. Но мы говорили, что придется пройти через лишение. Но это уже другая история. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе небесных консталляций и узнавать, как правильно себя проявлять в поставленных задачах неба. А я благодарю вас за лайки и комментарии. До встречи!